репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской то пожалуйста проходите по ссылке в описании она у вас прямо перед глазами подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой места пока есть если вы смотрите меня в прямом эфире то пишите пожалуйста в чате видите ли вы меня и слышите ли вы меня сегодня тема будет непростая или сразу предупреждаю опыт показывает что когда я даю как сложную тему после этого сразу большое количество народу вымораживается но тем не менее надо надо делать и непростые темы тоже копать на полный штык окей хорошо так народ подключается сегодня мы с вами будем говорить о шестом чувстве жду пока народ подключится потихоньку да есть и так прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб в печь для нас садиться и женщина которую дано сперва измучившись нам насладиться ну что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами где тишина и неземной покой то делать нам с бессмертными стихами не съесть не выпить не поцеловать мгновение бежит неудержимо и мы ломаем руки но опять обречены идти все мимо мимо как мальчик игры позабыв свои следит порой за девичьим купанием и ничего не зная о любви тюж мучиться таинственным желанием как никогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия скользкая почуя на плечах еще не появившиеся крылья так век за веком скоро ли господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух изнемогает плоть рождая орган для шестого чувства вот сегодня мы с вами поговорим о шестом чувстве давайте предварительно какую-то отправную точку поставим на ваш взгляд то является шестым чувством которые сегодня развивает у себя человечество или что должно быть с чистым чувством которые у себя развивает человечество ваша версия потом я дам какой-то свой вариант но чтобы у нас была какая-то какая-то отправная . пишите в чате что является шестым чувством которые для своего дальнейшего развития развивает или должно развивать человечество так интуиция 26 человек в прямом эфире ребят если по 20 человек будет ходить на эфир и я закрою проект и даже глазом не моргну если вам если вам этот проект не нужен ну как бы я буду его для себя делать без вас если на прямые эфиры будут ходить по 25 человек вот следующий раз я еще проверю да если опять придет 25 человек следующий эфир будет последний если вам не нужен этот проект то значит иначе я без вас буду его делать так интуиция чувство знания ощущение тела так хорошо окей а в процессе но во-первых да давайте мы возьмем как аксиому то что в процессе эволюции в развитии у всех существ появляются новые органы чувства и последние пару тысяч лет этот процесс он стал сознательным и были какие-то медитативные практики восточные были европейской культуре были молитвенные практики игнация лойолы то что то что в итоге и и злит и практиковали с появлением развитой химии с появлением синтетических наркотиков процесс этот ускорился и уже сейчас появились акустические программы воздействие которых близко к действию наркотиков то есть ты берешь слушаешь программу да и ты входишь некое состояние измененное измененного сознания на мой взгляд это опасный путь почему потому что эта попытка с помощью существующих у нас органов чувств испытать в ней чувственный опыт часто дождите секунду я отключу батарею шпарить жарко кабинете то есть это примерно то же самое как с помощью физики аристотель пытался описать метафизические явления да то есть 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 что-то что находится вне скажем так вне определения нашими органами чувств да то есть там что то есть такое мы подозреваем что оно там есть да есть некоторые признаки что там что то есть но мы пытаемся это передать языком ощущений да то есть и используем какие-то там препараты практики да то есть используем нечто да какие-то посредники средства посредники для того чтобы этот нечувственный опыт перевести в чувства в физическое ощущение звук в карт картинку в музыку в какую-то да то есть то чем занимались создатели такой психоделической революции и тимати лири известный достаточно дядька он в свое время вот ну описал некий путь туда в сторону развития вот этого в не чувственного опыта вот и честно говоря меня всегда это смущало смущало и тогда когда впервые про это прочитал лет 30 назад вот и тут я на свежую голову как бы еще раз пересмотрел этот его список и но у меня ощущение что это просто ну какой-то каталог веществ с помощью которых можно получить какое-то знать да то есть если там ты вот это вещество примешь ты такое знание получишь если вот такое вещество примешь вот такое знание получишь но результаты всех подобного рода опытов они ну как бы знаю людей которые этим путем сходили и ничего хорошего там нет соответственно нужно искать какой-то другой путь и есть такой чувак которого зовут роберт артур уилсон он написал несколько книг они переведены на русский язык я одну из них я читал раньше и вот сейчас я опять же там в эту тему снова погрузившись прочитал прочитал две его книги впервые одну перечитал однажды называется секс магии психоделия роберт антон не артур роберт антон уилсон секс магии психоделия все это тоже легко доступно и вот он описывает собственно вот эту психоделическую революцию результаты и так далее и так далее очень на мой взгляд интересная и ценная книга квантовая психология роберт уилсон тоже она легко доступна как программное обеспечение мозга формирует вас и ваш мир достаточно любопытно и то что нас с вами сегодня больше всего интересует психология эволюции роберт уилсон психология эволюции прометей восставший руководство по освобождению от запрограммированного поведения еще раз все книги легко доступны и если интересно там если захотите погубже погрузиться я рекомендую это сделать меня очень зацепила цитата из уилсона будущее существует сначала в воображении потом более затем в реальности мне вообще очень близко вот эта созидательная идея да то что мы сначала что-то представляем воображаем потом мы это переводим волю да то есть мне очень не близко концепция условно такого фильма секрет да когда мы будем сидеть и что-то на визуализировать себе и вот нам вселенная это все выдаст мы включаем волю мы включаем какое-то действие и дальше то что мы себе в воображении на воображали затем мы переводим это все в реальность и основываясь на концепции тимати лири оттолкнувшись от вот этой концепции тимати лири которая скажем ну выстраивать некую иерархию от чувственного к в нечувственному опыту я очень сильно упрощаю эти модели но это просто ну необходимо делать иначе мы запутаемся и в модели ее так и называют модель лири уилсона каждый контур этой модели он связан с определенной стадии биологической или социальной эволюции и вот сам путь вот этого усложнения и развития опыта он основывает на некой иерархии программ мышления и вот эти программы мышления тоже ну довольно интересная концепция у меня там есть какие-то там свои мысли на этот счет но тем не менее она на мой взгляд такая достаточно достаточно рабочая модель они состоят из четырех частей первая часть это генетические императивы да то есть это жестко заданные программы инстинкты да то есть условно говоря нам если нас уколоть да мы от дергиваем руку если нам ребенку там только что только что родившимся в руку что-то положить да у него сразу же схватит до хватательный инстинкт да если в рот жидкость как он залить да он тут же начнут ее глотать а то есть это там жестко заданные программы которые работают неизменно да например там не знаю инстинкт дыхания например человек дышит он не контролирует свое дыхание это инстинкт инстинктивное действие но где-то же в мозгу есть программа до которая запускает вот это действие которое дает команду там каждые три секунды делать до каждые три секунды делать выдох то есть это не не само по себе не 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 мышцы легких выполняют эту программу им что-то да какая-то определенная определенная часть мозга отправляет эту команду дальше 2 это импринты это более или менее жестко заданные программы которые мозг он что называется мне очень нравится обязан принимать по концепции уилсона да то есть не может принимать обязан принимать в определенные моменты его развития да то есть это так называемые моменты импринтные уязвимости и такой импринт он действует автоматически как и генетическая программа причем что самое интересное что импринт и я думаю что может быть вы слышали потом я даже рассказывал проект а нет это я в мастерской рассказывал про возникновение импринтов на там ранних этапах развития разных организмов да то есть есть известный опыт когда утенку подсунули вместо вместо его мамы в определенный момент подсунули там помню то ли куклу то ли мячик какой-то и дальше он начинал этот мячик воспринимать как маму а вот но любопытно то что мы в ситуации импринтные уязвимости мы можем оказываться не только в каком-то условно говоря раннем возрасте но и сильно стрессовой ситуации да например как люди которые оказывались во время блокады да у них они оказывают ситуации импринтные уязвимости дальше у них навсегда на всю жизнь отпечатывалась там какие-то привычки связанные с едой условно говоря люди которые там 50 лет спустя после блокады набивали сухарями матрас вот это тот самый импринт который в момент импринтные уязвимости отпечататься и даже более мелкие какие-то ситуации когда вы скажем приезжаете в какой-то новый город и пока вы не сориентировались пока вы не поняли что что там да как в этом городе да вы будете находиться в ситуации импринтные уязвимости если в это время произойдет какое-то событие до которые на вас каким-то сильным образом повлияет да у вас тоже может возникнуть какой-то импринт то есть все гораздо гораздо гибче чем чем может показаться на первый взгляд дальше кондиционирование это программы которые накладываются на импринты они менее жестко заданы они легко изменяются контр кондиционеры мне кажется что это близко привычка то есть это примерно то же самое что возникновение привычек да например мы можем создать привычку там не знаю здороваться при встрече мы можем создать привычку там например были какие-то ситуации связанные с пандемией да там носить маски например вот у нас возникла привычка надевать маску и потом ситуация изменилась да мы ввели контр кондиционирование то есть мы начали отучаться отношения масса легко ввели до какое-то время эта привычка держалась потерялась необходимость да все мы сняли и как бы забыли но тогда когда она работала да да нужно было нам да это было просто на автомате маска надевалась на автомате дальше следующие это обучение да то есть это еще более мягкие программы еще более свободны она тоже требует многократного повторения но кроме этого она требует еще и дополнительной мотивации то есть кондиционирование или создание привычки она дополнительной мотивации не требует То есть, если вы, например, у вас есть привычка курить или матом ругаться, вы будете это делать без какой-то дополнительной мотивации. Если, например, вы изучаете чужой язык, иностранный, не свой, вам для того, чтобы разговаривать на этом иностранном языке, вам потребуется дополнительная мотивация. Например, то, что человек вас не понимает без этого языка. Вы автоматически на чужой язык, на неродной язык переходить не будете. Для этого всегда нужна будет причина. И, соответственно, парадоксальным образом обучение имеет менее важную роль в формировании человеческих убеждений. То есть, в иерархии идет такая сначала генетика, потом импринт и потом кондиционирование. И первичный импринт, естественно, мы по смыслу просто понимаем, что он сильнее любого последующего кондиционирования или обучения. То есть, это такой вид программщины, программное обучение, которое намертво слилось с железом. То есть, если убрать импринт, короче, импринт можно снести только вместе с головой. И систему импринтов, которые формируются на определенной стадии, Тимоти Лири называет психическим контуром. То есть, это элементы структурной модели психики, которые они разработали. То есть, их восемь. Насколько понятна вот эта мысль по поводу генетических императивов, импринтов, кондиционирования, обучения? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Тема непростая. Сразу скажу, что она действительно непростая, но мне кажется, что она совершенно необходима для достижения наших с вами целей. Смотрю, народ потихонечку подгребается. Итак, вот они эти восемь контуров. Тоже сразу же скажу, что если вы там с ними, например, знакомы, есть разные, даже в разных переводах разные названия. Где-то я встречал модель, в которой было девять контуров. То есть, можно запутаться. Поэтому я взял некую наиболее усредненное описание этой модели и наиболее понятное. Поэтому где-то вы можете встретить некий другой подход даже с другими названиями. Вот. Поэтому не пугайтесь. Это все одно и то же. Итак, первый – это биовыживательный контур. Биовыживательный контур – это вегетативные жизненные процессы. То есть, он ориентирован на получение внешнего непосредственного удовольствия. Биовыживательный импринт, который возникает в первые дни после рождения. Он закрепляет понятие безопасности, закрепляет понятие опасности во внешнем мире. В это время тело понимает некую горизонтальную асимметрию. То есть, тело определяет, что есть какой-то верх, есть какой-то низ. Он определяет вектор. Это ближе становится, это удаляется. Соответственно, тело начинает учиться приближаться к тому, что благоприятно. Например, мама. Вот к маме приближаемся. И начинает удаляться от того, что неблагоприятно. Например, холодом из окна дует, тело начинает удаляться. При этом инстинктивно считается, чувствуется, что то, что впереди – это безопасно, то, что сзади – это опасно. И это такое воспроизводство в человеке некой зачаточной нервной системы одноклеточных организмов, которые уже одноклеточные организмы, они умеют приближаться или сбегать. То есть, если на какое-нибудь одноклеточное существо капнуть какой-нибудь кислотой, оно тут же начинает драпать от этой кислоты. Соответственно, уже даже на самом примитивном уровне избегание и приближение уже начинает работать. То есть, импринт устанавливает то, что позитивно, то, что негативно. То есть, он определяет, что такое хорошо и что такое плохо для себя. При этом, может, например, если мать, например, будет проявлять себя плохо по отношению к ребенку, то ребенок будет мать и все, что связано с фигурой матери, он будет воспринимать как угрозу, как опасность. Поэтому от поведения, собственно, людей, которые с ним, с человеком взаимодействуют, от этого тоже зависит то, как он дальше вести себя будет. Дальше второй эмоционально-территориальный контур или эмоционально-двигательный контур. Он обеспечивает посреднические функции при развитии мышечной силы тела и освоении телом гравитации. То есть, это импринт движения, импринт мобильности, импринт эмоций. Он возникает тогда, когда мышечное развитие ребенка позволяет ему ползать в направлении, в котором ему хочется ползать. То есть, когда он не просто инстинктивно двигается, но он уже может перемещать свою тушку в каком-то направлении и определять это направление. И в этом импринте появляется еще одно измерение. То есть, измерение выше меня и измерение ниже меня. То есть, появляется не только горизонтальная асимметрия, но и появляется вертикальная асимметрия человеческого тела. И первый импринт с его двухмерным движением, сюда добавляется третье измерение и сюда добавляется эмоциональное кондиционирование. То есть, здесь появляется больше эмоций, появляется больший спектр эмоций. Да, появляется скука, например. И с точки зрения исторического развития, этот нервный контур, он эволюционировал в ранний палеозойский период. Это где-то 500 миллионов лет назад. И когда первые позвоночные, первые земноводные начали подниматься вдоль вертикали, преодолевая силу гравитации. И способность передвигаться, способность доминировать, способность демонстрировать превосходящую силу, она стала, что называется, козырем для выживания. То есть, увеличивает шансы для выживания. Дальше, третий – это семантический или символический контур. Его еще называют ментально-манипуляционный. Он оказывает посреднические функции при выполнении сложных мышечных действий, многосоставных мышечных действий. Кроме того, он отвечает за речь. И это становится возможным при доминировании коры одного из полушарий головного мозга. То есть, у нас к нашему рептильному мозгу, мозжечку, добавляется эмоциональный мозг, лимбическая система. И здесь, на этом уровне, подключается неокорпус. То есть, ловкость рук, сложные мелкие движения, которые мы руками можем делать, она подразумевает преимущественное оперирование правой руки и контроль со стороны коры левого полушария головного мозга. Поэтому, кстати говоря, дети в это время, у них там начинаются всякие вот эти штучки с мелкой моторикой. Мышление – это мысленный разговор. То есть, у нас начинается такое словесное мышление. То есть, человек начинает не только говорить, но он еще начинает, что называется, мыслить, не просто мыслить образами, а мыслить словами. И у нас появляется сложная трехмерная модель мышления. В нем, значит, есть новые, скажем, новые способы взаимодействия с миром. То есть, у нас идет улавливание раздражителей, отторжение раздражителей, принятие раздражителей, копирование раздражителей, связывание раздражителей и разделение раздражителей. То есть, появляются сложные… То есть, мы не просто есть какое-то воздействие, и мы на него каким-то образом реагируем. Но мы это воздействие можем сравнить с каким-то другим воздействием и сказать, что вот это не только теплое, но оно еще и красное, например. И оно не только теплое и красное, но оно еще и приближается. То есть у нас на трех уровнях идет взаимодействие с каким-то предметом, с которым человек взаимодействует. Дальше. Четвертый социально-половой контур. Здесь начинаются сложные биосоциальные виды деятельности, которые связаны с ухаживанием, брачными ритуалами, соитием, оргазмом и так далее. И всякими сложными процессами, связанными с защитой сперматозоидов, защитой яйцеклетки. Появляется семейная ответственность, появляется социальная роль. И импринт четвертого контура возникает в период полового созревания. То есть когда в поведении, в мышлении, в эмоциях преобладает стремление испытать оргазм. Он, кстати, на самом деле довольно рано появляется. У девочек еще там раньше, это может быть вообще там в 3-4 года. У мальчика там чуть попозже. Но в целом это уже где-то там. Это, конечно, так пугающе немножко звучит, но это на самом деле где-то там в 6-7 лет уже есть. Уже появляются в эту сторону какие-то движения. И активизация четвертого контура сопровождается коренными изменениями структуры тела. Появляется сексуальная привлекательность, появляется, усиливается половая асимметрия. И организм становится, то есть организм биологически готовится к продолжению рода. И в какой-то момент, условно говоря, чтобы вас совсем не пугать, годам к 12, в общем, организм к продолжению рода уже готов. И при этом возможно импринтирование моделей уклонения от оргазма, которые поддерживаются кондиционированием запретительного характера. То есть, условно говоря, увидела мама, что там мальчик руку в штаны сует, из какой-нибудь херни ляпнула, что типа у тебя рука отсохнет, или там еще волосы на руках будут расти, или там ослепнешь, если будешь там трогать себя. И все. Здравствуй, психотерапия лет на 10. И импотенция годам к 30. Но в целом, да, вот в это время у нас в нашем организме все полностью, и физическая перестройка, и психическая перестройка тела связана с функцией продолжения рода и защитой матери и малыша в период беременности и послеродовой период. То есть, мы в это время становимся заточены на то, чтобы защищать нашего ребенка. То есть, в это время там интересные вещи, очень именно такие, их люди не осознают, но на самом деле, вот за счет чего человек вообще выживает, человечество выживает. Оно физически слабое, люди физически слабые. При рождении, там, условно говоря, какой-нибудь копытное какое-нибудь, через секунду после рождения может вскочить и скакать на все четыре ноги скакать. Черепаха, родившись, сразу же может бежать и плыть. А человеческий детенус, в силу того, что у него довольно большой мозг, относительно большой, ему нужно еще время для того, чтобы превратиться, хотя бы там начать двигаться, как-то себя, то есть просто не умереть, будучи оставленным. То есть, если ребенка до, условно говоря, до двух, до трех лет оставить, хоть на минуту оставить без присмотра, он просто умрет. То есть, ему нужен постоянный, за ним постоянный присмотр нужен. И, соответственно, на уровне импринтов в людей встраивается необходимость ухаживать за своим ребенком. А как это сделано? То есть, это же не просто нас заставляют ухаживать за ними, а мы хотим ухаживать за ними. То есть, наши дети нам нравятся, мы любим наших детей, мы хотим все время с ними находиться, нам нравится запах наших детей, нам нравится, как они выглядят. И поэтому, кстати говоря, скажем, люди очень любят котов, потому что кот, он там размером с младенца, и он, как бы, его как младенца на руках можно носить. Вот. И есть такая версия. И вот в это время, как раз примерно в этот период у людей, и у мальчиков, и у девочек появляется такое желание играть в какие-то куклы. То есть, появляется желание мальчики в солдатиках, девочки в кукол держать на руках маленького человека. Вот появляются эти инстинкты. И если, например, есть в семье ребенок, условно говоря, лет 10-12, и рождается младенец, то не будет более внимательной няньки, чем вот этот вот 10-12-летний подросток. Окей. Теперь идем дальше. Вот это, ну, такие самые простые контуры, которые есть у всех. А вот дальше начинаются сложности. Пятое. Нейросоматический промежуточный контур психики. И он содержит, сюда включает, и головной мозг, нейропептиды, иммунная система, и все, что соединяет психику и тело. И этот контур связан с корой, связан с подкоркой правого полушария мозга. И он отвечает за интуитивное прозрение и за управление психофизическим состоянием организма. То есть человек, у которого этот уровень сильно прокачан, он может управлять своим здоровьем, что называется, сознательно. То есть за счет регуляции состояния мышц, тканей, органов, тонуса организма, да, и способствовать своему здоровью и долголетию. То есть уже давно замечали такую странную и парадоксальную вещь, что люди, у которых хорошо развит мозг, которые читают много хороших умных книг, занимаются хорошим умным интеллектуальным делом, то есть у которых реально хорошо развит именно мозг, у них почему-то и с телом, как правило, все в порядке. То есть, ну, понятно, что мы не будем брать какие-то там крайние случаи, да, когда человек там, условно говоря, с отрождением инвалид, да. Но, как правило, хорошее развитие мозга, сильное развитие мозга, оно ведет к тому, что тело тоже здоровое. То есть хорошо развитый мозг, он влияет на то, что и с телом тоже все в порядке. И активирование вот этого пятого контура тела, я тоже вот не хочется немножко, понятно, что они немножко все такие, немножко мистики, немножко эзотерики, да, такие научные мистики, научные эзотерики. И вот к этому всегда я стараюсь очень осторожно относиться, да, потому что мы очень часто здесь ступаем на такую территорию, на которой происходит что-то, что мы не понимаем, как работает. И может статься так, что мы думаем, что вот это работает, а на самом деле работает что-то другое. То есть мы думаем, что работает, условно говоря, магия какая-нибудь, а там работает какой-то психологический механизм, который мы просто не видим, например. Который для нас в такой слепой зоне находится. Но вот тем не менее, вот Уилсон считает, что здесь работают психосоматические энергии, да, человек начинает сознательно ими управлять. И как только, то есть, грубо говоря, это сознательное управление интуицией, да, то есть сознательное управление вниманием и сознательное управление состоянием своего тела. И это позволяет двигаться дальше по следующим контурам. Дальше шестой контур метапрограммирования. Он связан с активацией высокоэнергетических структур в психической системе человека. Вот тут я как бы еще начинаю еще осторожнее оговариваться, да, потому что опять же мы, что называется, выходим на офигенно тонкий лед, вот где одно неверное движение, и мы из научной парадигмы, а я все-таки смею надеяться, что мы с вами в научной парадигме существуем, мы начинаем переходить в такую эзотерическую. Поэтому если вам вдруг покажется, что это уже произошло, то как бы не паникуйте. Тем не менее, значит, что считает Уилсон? Контур метапрограммирования связывает человека с его внутренним и психическим энергетическим пространством. И через создание системы взаимодействия с энергоинформационным пространством внешнего мира. То есть человек синхронизируется с миром и вызывает такое волнообразное получение необходимых якобы случайных событий и серий событий. То есть, если вы существуете на этом уровне, на уровне метапрограммирования, вам как бы случайно сопутствует удача, происходит то, что вам нужно. То есть вы ловите какую-то волну и вот просто ощущение, что все происходит как надо. Да, то есть у меня бывали такие ситуации, например, когда мне было 15 лет и я хотел после 9 класса из школы уехать и поступить в Архангельск училище связи. И я внезапно заболел желтухой за неделю до экзаменов вступительных и, соответственно, никуда не поехал и вернулся в школу. И если бы я уехал, это бы сломало мою жизнь. То есть ничего бы дальше из того, что было, ничего бы не было. А я остался в школе, закончил школу и в школе тоже там мимоходом я услышал, то есть, ну, чтобы уехать из Сямжи и из Сямжи поступить в Вологду в университет, это не так просто. После деревенской школы поступить в университет филологический. В то время это ЕГЭ не было. То есть там сдавались вступительные экзамены, они были достаточно сложные. Отсеев был довольно большой, конкурс был довольно большой. И я случайно узнал, что победитель Олимпиады областной поступает без экзаменов в университет. И я поступил. То есть я выиграл эту Олимпиаду и, значит, я мог поступить в Череповец или в Вологду. Я хотел в Череповец. И буквально, опять же, за день до того, как ехать в Череповец, подавать документы, мне отец сказал, а зачем ты в Череповец поедешь? Поезжай в Вологду. Ну, это тебе и ближе, а во-первых, ближе, во-вторых, это столица все-таки области. И как ни странно, непонятно почему, я никогда не слушался ничьих советов. Я в этот раз послушался его совета, поехал в Вологду. Это оказалось правильное решение, мега правильное решение. Вот, потому что иначе я бы не доучился, потому что дальше был 91-й год, распад страны и так далее, и так далее. В 90-е в Череповце я бы не выжил, а в Вологде выжил. Хотя благодаря тому, что до дома было 100 километров. То есть вот три ключевые точки, когда просто вот такое ощущение, что Господь Бог вручную вмешался и как бы такой, «Так, чувак, ты делаешь какую-то херню, надо тебе по-другому это делать». Да, то есть и здесь уже начинается такая логика нелогичного. То есть то, что он называет, Уилсон, квантовое парадоксальное мышление. То есть здесь идет такое метапрограммирование нашей нервной системы на какие-то нужные качества личности, которые могут превосходить уровень, ну что называется, уровень социума, средний уровень социума. Дальше следующее. Давайте так. А у вас были ситуации, когда появлялось такое ощущение, что вы поймали волну, и вот вы делаете какие-то действия, и просто вот прям вот получается, получается, получается и получается. То есть берешь трубку, а там тот человек, который нужен. Вот бывало такое ощущение, что вот прям вот несет волной? Попробуйте сейчас вспомнить и поймать вот это ощущение. Да, много раз такое было. Да, открывается канал коммуникации со Вселенной. Есть такое иногда, много раз было. Были и случайно создавали нужные события, конечно. То есть вот бывает такое, что делаешь что-то и думаешь, блин, вот непонятно зачем, непонятно что, да, вот почему-то ты делаешь вот это. А потом оказывается, что именно это действие или вот именно эта ситуация, она приводит к какому-то следующему правильному решению. И как бы то, что надо, да, то есть я был очень недоволен тем, когда я с желтухой попал в больницу, вместо того, чтобы ехать, поступать в училище. Да, да, крутое ощущение, бывает периодически, постоянно к нему стремлюсь. Так, было при переходе на следующий уровень, раза три за жизнь было, да, ощущение офигевания. Да, кстати, это очень точно. Когда поднималась тревога за выживание внезапно, и такое тоже иногда бывает. У меня был случай, когда на меня напал человек с ножом, значит, в Вологде, на улице. И я вот так вот развел руками, говорю, ну что, ну режь давай, и выбил нож у него из руки. Развел руками, левой рукой выбил у него нож из руки. Поднял, сложил, складной нож, сложил, вернул ему и говорю, иди отсюда. Он развернулся и ушел. Или когда тоже напал на меня чувак в общежитии, у меня часы, часы, я на руке всегда, на правой руке нашел. Значит, напал чувак, я снял часы, положил в карман, он развернулся и убежал. Да, то есть ничего не говорил, не угрожал, не дрался, да, то есть волна такая, да. То есть он понял, он почувствовал, что человек на волне. Так, люди появлялись, незнакомые или малознакомые, кто сразу помогал. Было такое, когда шло как по волне и складывалось идеально. Отлично, хорошо, идем дальше. Педьмой, нейрогенетический контурс, коллективное и бессознательное. Вот дальше начинаются сложности. Не скажу, что я прям вот понял от и до, и как от зубов у меня отлетает понимание этих моделей. Но я чувствую, что здесь есть что-то важное, и для меня тоже, в том числе, это повод, ну, чтобы подумать об этом. Содержит личности информационные банки всех живых существ, развитие мировой мудрости, а также мировых заблуждений. Здесь Фрейд, здесь Юнг, здесь Карл Маркс и Капитал. Здесь в этой системе, да, Фрейд и Юнг, обнаружив информацию этой системы в снах своих пациентов, да, они ввели понятие расовая память и коллективное бессознательное. И дальше, или Игров, они предполагали, что эта информация, она неизвестна головному мозгу, и она должна поступать из гена. А был такой профессор Руперт Шелдрейк, который написал книгу под названием «Новая наука о жизни». И он считает, он, будучи биологом, он считал, что эта информация, да, то есть коллективное бессознательное не может содержать, содержаться в генах. То есть и Фрейд, и Юнг, они думали, что вот эта информация, она в генах. Неважно, кто такой Шелдрейк, неважно там, что за труд, да, важно то, что биолог сказал, что в генах этого быть не может. И он предположил, что есть некое нелокальное поле, не находящееся внутри, да, поле, которое он назвал морфогенетическим. Что это поле существует между генами, но не может быть обнаружено в них, да, подобно как ведущий телепередачи не сидит в телевизоре, да. То есть он не находится ни в одном из этих телевизоров, он находится в студии. И вот этот уровень, он включает в работу коллективный мозг всего мирового общества и всю генетическую память. Это уровень коллективных конструкторов богов, богинь, демонов и так далее, и так далее. И также через зазарение, через случайное совпадение этот механизм, посредством которого организующие структуры коллективного бессознательного проявляют себя в мире наблюдаемом, которые способствуют развитию всего человечества через наделение задачами и миссии отдельных людей и групп. Вот синхронии – это все здесь. И этот механизм может давать сбои из-за слишком сильной агрессии и эгоизма отдельных людей. Да, то есть сразу же возникает, а почему вот так, а откуда вот этот взялся, откуда вот эта история взялась, да. И дальше звучит какая-нибудь фамилия, да. Группа замыкается сама на себя, да, и возникает какой-то авторитарный лидер. Да, возникает, что называется, гений-разрушитель, возникает авторитарная секта, неважно, как она называется, да. Она может называться, там, не знаю, компания Apple, да, она может называться какая-то страна, она может называться какая-то религия. Мы это все в течение истории там много раз видели, да. То есть там происходит такая воронка такая, темная воронка возникает, да. И дальше, пока она не развеется, она вместо того, чтобы творить добро, да, начинает творить зло. И опять же, мне кажется, еще раз, да, я еще раз скажу, что я очень осторожно к этому всему отношусь и всегда как бы действительно одно неверное движение, и ты как бы уже эзотерик. И ты уже таролог, который предсказывает политические события по Старшим Арканам. Не очень хочется этим путем идти, но тем не менее я вижу совершенно точно, да, что есть там вот с другой стороны, да, какие-нибудь древние люди смотрели на то, как молния разбивает дерево, да, и не понимая того, что это, как устроен этот механизм, да. Опять же, наверное, кто-то мог говорить, да, не может такого быть, нет никаких богов, которые молниями разбивают деревья, ну вот же, мы же видим, да, у нас есть реальность, данная нам в ощущении. И потом раз открыли электричество. Здесь тоже вполне может быть, что есть просто какие-то силы, какие-то поля, какие-то взаимоотношения, взаимодействия, которые нам просто неизвестны, да, то есть со временем мы их поймем, и там через какое-то время люди будут говорить, да, это же элементарно, это вот там такое-то, такое-то поле. Поле Уилсона Молчанова, или там еще кого-нибудь, кто откроет. Дальше, восьмой контур, контур нелокальной квантовки, энергоинформационное поле Вселенной. То есть это некая внепространственная, вневременная система, она взаимодействует с нашей психикой посредством трансцендентных состояний психоэнергетических взаимодействий. То есть, когда я действует в нелокальной системе, оно становится другим я. То есть мы из одной информационной системы, мы переходим в другую, да, то есть это нелокальное я вне времени и пространства, вне сознания и материи. То есть это то, что нельзя перевести в линейный вербализм левого полушария головного мозга. То есть это некая сверхличность, которая превосходит все так, что мы не можем даже ее называть личностью или я. То есть это охват всего мира, охват всей Вселенной, ощущение своего единства со всем сущным и живым, сострадание, ощущение безмерной, бескорыстной, необусловленной любви к своим близким, высшие законы развития и функционирования мозга. И это экспансия себя вовне и сознание нужных цепочек событий, своего пространства событий через синхронию с шестым контуром метапрограммирования. То есть, что здесь? Это ситуация, когда пророку Мухаммеду является архангел Джабриил и начинает диктовать Коран, начинает диктовать суры. Да, то есть это ситуация, когда Моисею является горящий куст, да, это ситуация, когда Жанни Д'Арк является, там, не помню, кто ей являлся, и Богородица, по-моему, и, значит, и диктовала что-то. То есть это когда к человеку мы понимаем, мы прекрасно понимаем, да, что вот те сущности, которые с ними вступили в контакт, да, поскольку таких случаев было достаточно много в истории человечества, и каждый раз это были какие-то ключевые исторические события, я понимаю, что, ну, действительно, что-то такое там было, что-то такое с ними происходило. Вот, а то, что кто-то видел в этой ситуации архангела, кто-то видел Богородицу, кто-то видел там еще кого-то, да, не знаю, Ленина, это все связано, ну, чисто с культурными фильтрами. То есть с кем-то огонь из куста заговорил, да, и так далее, и так далее. То есть у кого какие культурные фильтры, тот так и видит. Но, тем не менее, да, вот может произойти подключение такое. Я думаю, что это подключение может произойти не только на уровне диалога, но и как бы человек сам может почувствовать, сам может превратиться в такой приемник, приемник вот этой информации. Я не думаю, что это может быть много, часто и долго, да, но я думаю, что такие секундные состояния могут быть. Естественно, не у всех психика выдерживает, да, и я думаю, что многие случаи сумасшествия, шизофрении, они, опять же, связаны с тем, что мозг просто не выдерживал напряжения такого подключения. То есть, теперь, про что все это и зачем все это вообще? По сути, это некая концепция, которая, по мнению Тимоти Лири, она могла бы обеспечить доступ к некому вот этому надсознанию, да, которая предположительно управляет жизнью во Вселенной, которая в некоторых религиях описывается как Бог, в некоторых учениях это может описываться как инопланетяне, да, на самом деле это что-то, что мы не знаем, да, то есть, по крайней мере, в настоящий момент мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, как мы с ним взаимодействуем, не знаем, что нужно делать для того, чтобы с ним взаимодействовать, да, то есть, иногда одни и те же практики, одним людям приносят результат, другим людям не приносят результат, да, то есть, непонятно, от чего это зависит. Мы наберем больше данных, будем, может быть, больше понимать. Но, тем не менее, по мнению Лири, эта схема, она на высшем вот этом уровне, она позволила бы человечеству и человеку действовать вне рамок пространства-времени и вне рамок ограничений, описанных в теории относительности. Вот давайте пока отбивку сделаем, понятно ли до сих пор то, что я рассказывал до сих пор, хотя бы в общих чертах. Если понятно, напишите понятно, если есть какой-то вопрос, то задайте вопрос. Это еще не все, сейчас мы будем дальше эту мысль развивать. Превыше ноосферы даже. Вот, да, это нечто превыше ноосферы. Абсолютно точное замечание, да. Совершенно верно. То есть, у нас получается по этой модели, что ноосфера – это где-то какая, шестая модель, да? Шестая или пятая? Сейчас я посмотрю. Шестая. Шестая. Нет, наверное, седьмая все-таки. Коллективная и бессознательная ноосфера, наверное, все-таки седьмая. Так, так уже. Есть. До седьмого контура было понятно. Ничего, если что, потом переслушайте. Я думаю, я предполагаю, что и из самой этой модели следует одна интересная штука, которую люди, которые разрабатывали эту модель, не замечали. Если вы помните, я вам говорил, что вот эта модель появилась там тогда-то, вот этот контур, он появился тогда-то, когда первые русские вышли из моря на сушу. Потом, значит, второй контур появился тогда, когда появилось прямохождение. Третий контур появился там тогда-то, тогда-то. Начало появляться жилье, одежда, оружие и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что вот эти контуры, каждый следующий контур, он появлялся все более и более позднее время. И последний контур, да, у нас только вот сплецки какие-то этого контура. То есть мы только еще к нему подбираемся, подбираемся, а он у нас далеко не у каждого встроен. То есть он только у некоторых людей, условно говоря, каких-нибудь продвинутых религиозных деятелей, продвинутых философов, продвинутых творцов, писателей. Я совершенно точно уверен, что у Льва Толстого было такое, у Пушкина было такое, были состояния такие. Это по текстам просто видно. У Лермонтова. И они появляются, высшие контуры появляются по мере того, как происходит развитие. И вот я думаю, что мы своим существованием, своим развитием, по мере того, как мы развиваемся, мы и создаем вот этот высший контур. Так же, как наше наблюдение создает видимую Вселенную. Это парадоксальная мысль. Я понимаю, что она звучит немножко, ну так, немножко нахально. Да, но я действительно думаю, что что-то в этом есть. Как, например, там ученые предположили, что должны существовать черные дыры. И прошло 30 лет, и после этого эти черные дыры открыты. Так вот, я думаю, что пока о них не появилось это предположение, черных дыр не было. Вот возникло предположение, что есть там темная материя, есть темная энергия. Прошло какое-то время и обнаружили эту темную материю, темную энергию. То есть, я думаю, что наблюдение, оно и создает это. И так же наше наблюдение, наша работа над ним, оно создает этот контур. Мое мнение, можете быть с ним не согласны, да, это такая рабочая гипотеза. Теперь идем дальше. Вот первые четыре контура в этой модели, они ассоциируются с базовыми аспектами жизни на Земле. Да, и заботой о выживании человеческого вида. То есть, это такие личиночные контуры. Они необходимы для адаптации, необходимы для функционирования в современном земном обществе. Биологические инстинкты, эмоциональные реакции, интерпретация информации, социокультурные аспекты сознания. А вот последние четыре контура. То есть, на самом деле, по сути, помните, я вам давал модель спиральной динамики. Вот она вся спиральная динамика, она вся в первых четырех контурах. А вот здесь мы начинаем выскакивать куда-то в другое какое-то измерение. Вот эти последние четыре контура, да, это постземные контуры, они связаны с эволюцией человеческого сознания, и они представляют собой какие-то измененные состояния сознания. И эти контуры включают в себя просветление, мистические переживания, психоделические состояния ума и экстрасенсорные способности. И они предполагаются как некие возможные аспекты сознания, которые могут быть осознаны, могут быть исследованы и должны быть осознаны и исследованы. То есть, вполне может быть, что это просто шизофрения, то есть отклонение какое-то. И мы как бы туда сходим, посмотрим и скажем, да, окей, это не работает, все, ну, давайте чем-нибудь другим заниматься. Но сейчас что есть, то есть. И сейчас они никак не используются в обыденной жизни. И в этой модели подразумевается, что эти измененные состояния сознания, они могут быть ценными для будущего человечества. Особенно для тех, кто стремится к исследованию космоса и исследованию жизни за пределами Земли. А это и есть, ну, что называется, заявленная цель человечества. Да, то есть, цель жизни – распространение себя. Соответственно, цель человечества – это распространение себя за пределы знакомой нам территории. Что хотите, то с этим и делайте. В то же время эти контуры – это метафора для разных аспектов сознания. И модель предполагает, что это, если вы это понимаете, вы просто понимаете, куда вы идете. А если вы понимаете, куда вы идете всем человечеством, вы понимаете, куда идти вам конкретно. В этой же модели, да, на самом деле это не единственная такая модель. Есть просто, чтобы вы понимали, что это не просто одна какая-то, вот кто-то, придурок, какой-то наркоман Тимоти Лири что-то придумал, и второй наркоман Уилсон взял и дополнил это своими какими-то измечлениями. На самом деле это все достаточно широко распространено в современных когнитивных науках. Например, там очень близка к этой модели модель Кена Уилбера «Интегральная духовность», модель уровней развития. У него есть книга, она так и называется «Интегральная духовность», где он это описывает. Я подробно останавливаться не буду на этой модели, я вам просто название его уровней скажу. Первый уровень маски, второй уровень эго, третий уровень кентавра, соединение того и другого, четвертый уровень трансперсонального я и пятый уровень сознания единства. То же самое, мы видим то же самое, когда человек идет, проходит какой-то путь от навязанного обществом поведения к тому, что он переходит, сбрасывает маску и переходит в что-то, становится сначала собой, а потом становится чем-то большим, чем он. И это большее, чем он, это не общество, которое его окружает, а это нечто над ним. Теперь нам надо понять, как с этой всей херней взлететь, всем тем, что я вам сегодня наговорил. Какие из этого выводы? Я думаю, что человек не может быть счастливым, если он не стремится вверх по этой шкале. То есть наша с вами задача, мы с вами заявили цель на этот год. Цель – научиться быть счастливым. И если вы по этой шкале вверх не идете, вы счастливыми не будете. То есть это не значит, что вы пройдете ее непременно. Но в движении туда-наверх вы будете… Так, у меня чуть-чуть звук пропал. Звук есть? Что-то в наушниках не слышу. Если есть звук, плюсаните в комменты. А то, может, у вас уже в эфире нет. Есть, все, да, спасибо. Закончу мысль. Еще раз, да, человек не может быть счастливым, если он не стремится вверх по этой шкале. Дальше. Рост начинается тогда, когда происходит включение во все большие и большие системы. И исходя из этого, хорошие вопросы для развития. Первый вопрос. Что я могу сделать для себя? Дальше. Что я могу сделать для своей семьи? Дальше. Что я могу сделать для своего города? Дальше. Что я могу сделать для своей страны? Дальше. Что я могу сделать для своего человечества? И дальше. Что я могу сделать для своей вселенной? И здесь только, понимаете, очень важно, чтобы мы с вами не занялись такой тетушкинизацией по Юнгу, не тетушкинизировали эту мысль, чтобы не было инфляции смысла. Пеленная хочет, чтобы я стала коучем или психологом и повышала уровень осознанности у своих клиентов, легко и радостно зарабатывая при этом деньги, чтобы вот этой вот херни не было. То есть это инфляция смысла. Понимаете? И соответственно, но при этом не нужно отказываться от своей, если вы коуч или психолог, не надо отказываться от своей деятельности. Но надо задать себе вопрос, каким образом вы можете использовать свою сегодняшнюю деятельность для того, чтобы подняться по этой лестнице вопросов. Да, то есть, если вы не научились что-то делать для себя, вы дальше идти не сможете. Если вы не научились что-то делать для семьи, для своей, вы дальше идти не сможете. Если у вас семья голодает, а вы пытаетесь сделать что-то для города, но у вас и с городом ничего не получится, и с семьей ничего не получится. Потом, да, семья, город, страна, человечество, вселенная. И вот для того, чтобы дойти до расти, до вопросов по поводу вселенной, какие там вопросы, я не знаю. Ну, у меня нет ответа на то, какие там вопросы. Вот. Но, исходя из этого, я думаю, мое мнение, вы дали свою версию того, что такое шестое чувство. Мое мнение, что шестое чувство – это орган, да, или это способ, или это модель, или это возможность понимания того, что хочет от нас Вселенная. То есть, я думаю, что шестое чувство – это вот это. Оно может быть интуитивное, ощущение понимания, да, то есть это близко к интуиции, это близко к внутреннему голосу. Но внутренний голос, на самом деле, он может херню какую-нибудь буровить, да. На самом деле, сильные, мощные решения, которые ведут к результату, они могут быть контринтуитивны. То есть, вас интуиция ведет туда, а вы упрямо идете поперек интуиции. Внутренний голос говорит, не ходи туда, а вы идете. Да, почему? Потому что вас, не знаю, что, сила ведет, энергия ведет, Вселенная ведет. Да, и вы, я, у меня нет термина этому, да, у меня нет объяснения этому, что это такое. Но ближе всего это сила, да, то есть это что-то, какая энергия какая-то, да, у кого-то это прана, у кого-то это ци, да, то есть у джедаев это сила, да. И вот сила это вас ведет, да, то есть не вы управляете этой силой, а сила вами управляет, сила вас ведет. И вы ей просто доверяете. И вот шестое чувство – это умение понимать того, что от нас хочет Вселенная. Вот я считаю так, я думаю так, что нам этому нужно учиться. И великие художники, великие творцы, великие маги, великие религиозные деятели, великие политические деятели, которые совершали какие-то поступки в ключевые исторические моменты, я думаю, что у них это шестое чувство было. Соответственно, вот вам домашнее задание посмотреть, как ваша текущая деятельность поможет вам подняться по этой линейке вопросов и подумать, помедитировать на вопрос, что от меня хочет Вселенная. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопрос. Так, развитие отдельного индивида или общества в целом. Хороший вопрос, хорошее уточнение. Развитие индивида в направлении того, в том направлении, в котором развивается вся Вселенная. То есть можно жить жизнью своей, только своей, только себя. Можно жить жизнью своей семьи. Можно жить жизнью своего города. Я знаю людей, которые всю жизнь живут где-нибудь в деревне, на родине, в Сянжи. Живут, и они другого ничего не знают, не ведают. Им хватает. Кто-то живет жизнью страны. Кто-то живет жизнью человечества. А кто-то живет жизнью Вселенной. Вот интересно туда пойти. Теория струн. Ну, немножко это немножко в другую. Да, это близко тоже, естественно, я это учитываю, все эти концепции. Да, очень похоже на теорию в Адвайте-Виданте, весь мир в воплощении наших мыслей. Ну, я об этом вначале говорил, да, я, что называется, эпиграфом привел цитату из Уилсона, что сначала воображение, потом воля, а потом реальность. Домашка понятна. Ок, все, тогда давайте на этом мы простимся. Увидимся на следующей неделе. И, ребят, еще раз напоминаю, приходите, пожалуйста, в прямой эфир. Потому что я вижу, что в записи как бы вы смотрите, но мне нужно, чтобы вы и в прямом эфире были. Потому что, собственно, качество моей работы зависит от того, есть ли вы тут, задаете ли вы вопросы и так далее. Поэтому, если есть возможность в прямом эфире слушать урок, приходите, слушайте в прямом эфире. Потому что я тоже веду с вами диалог. Я вас уважаю, как участников нашего с вами тренинга. И вы меня тоже уважаете, как мастера этого курса. Все, увидимся на следующей неделе. Да, еще раз напоминаю, друзья, что идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. И если планируете в нашу мастерскую попасть, то самое время, проходите по ссылке, занимайте место и вперед. Увидимся на курсе. Пока-пока. Продолжение следует...